Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете купить у нас не только качественные запчасти, но и качественные мотоциклы. Запомните, этот бренд «МотоСтронг» здесь на лучших условиях вы можете приобрести мотоциклы без пробега по странам СНГ, полностью обслуженные и без аварийного прошлого. У нас привлекательные цены на мотоциклы в отличном состоянии. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Если вы не можете приехать к нам, то мы сделаем видеоосмотр мотоцикла и поможем с доставкой его в Россию. А прямо сейчас мы разберем надежнейшую АКПП Honda S24A. Итак, встречаем. Honda – один из немногих производителей, который самостоятельно создает автоматические коробки переключения передач и делает это уже полвека. Уникальная особенность этих трансмиссий – то, что они представляют из себя роботизированные коробки переключения передач. Они устроены по типу МКПП, то есть шестерни для переключения передач находятся на двух параллельных валах. Задняя передача, как и на механике, включается вилкой, а вот все передачи переднего хода включаются с помощью фрикционов. Для управления этой трансмиссией используется гидроблок, а вместо сцепления – гидротрансформатор. Трансмиссии такого типа выпускались с 1970-х годов по 2013. Имели до шести передач, а затем на смену им пришли гидромеханические и преселективные АКПП. Сегодня мы будем разбирать автоматическую коробку переключения передач Honda, снятую с Rover 400 1999 года выпуска. Напомним, что Rover 400 был создан в тесном сотрудничестве с компанией Honda. Четырехступенчатая КПП Honda появилась в 80-х годах и выпускалась до 2006 года. В них есть различия в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Эта коробка устанавливалась на модели Civic 5-го и 6-го поколения, также модель Del Sol, а также на Acura Integra с двигателями 1.4 и 1.6, а также на Honda CR-V с двухлитровым двигателем. Хондовские трансмиссии очень надежные, так как устроены проще и крепче классических гидромеханических АКПП. До капремонта они ходят 400 тысяч километров, а проблемы в них возникают из-за того, что владелец просто забывает менять в них масло. Здесь используется недорогая трансмиссионная жидкость типа Dextran 3, Dextran 4, а также есть оригинальная жидкость Honda ATF Z1. Для частичной замены нужно 3 литра масла, столько же остается в АКПП. Замечено, что если менять масло в АКПП путем прокачки либо же вытеснением с целью обновить всю трансмиссионную жидкость, эта коробка может избавиться от таких симптомов, как пинки и пробуксовки. А в данную АКПП подойдет трансмиссионная жидкость «Ареол АТФ Multitype AA» производства Бельгия. Выгодно приобрести ее вы можете у нашего партнера компании «Армтек» со скидкой 10%. Просто назовите промокод «STRONG». Скидка действует не только на масла «Ареол», но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». Кстати, «Армтек» является эксклюзивным дистрибьютором «Ареол» в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Во многих случаях гидротрансформатор является причиной проблем в работе трансмиссии. Из-за износа муфты блокировки гидротрансформатора появляются толчки при переключении передач, а также пробуксовки. Хуже всего, что масло загрязняется остатками муфты блокировки, а также ее клеевым слоем, и это может потянуть за собой всю трансмиссию. Поэтому игнорировать симптомы нельзя. Инженеры компании Honda позаботились о ремонтопригодности своего детища и вынесли наружу несколько управляющих соленоидов. В данной версии коробки два управляющих соленоида, но есть версии и с пятью управляющими соленоидами. Соленоиды служат примерно 200 тысяч километров, а менять их надо, если после замены АТФ неисправности в трансмиссии не исчезли. Сегодня разобрать эту надежную и необычную коробку нам поможет наш Серега. Встречаем! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. В нашем случае снаружи находится только парный соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора, который изнашивается из-за наличия в масле фрикционного осадка, который наглухо забивает фильтрующие сетки. Но благо сетки и вот эта резиновая прокладочка продаются отдельно и легко меняются. Мы разбираем нашу коробку из-за того, что соленоид поломался. Также часто приходится менять эти соленоиды из-за коррозионного разрушения гидравлической плиты, которая также вынесена за пределы корпуса. Сняли заднюю крышку и здесь мы видим первичный вал, на котором установлен пакет сцепления для первой передачи, вторичный вал, на котором находится парковочная шестерня и вот этот вспомогательный вал с дополнительным сцеплением для первой передачи. А вот этот трос связан с педалью акселератора. На этих автомобилях педаль акселератора еще была механической. В этих трансмиссиях фрикционы служат долго и выходят из строя из-за проблем с давлением и пропиткой горелым маслом. В нашем случае состояние отличное. Субтитры создавал DimaTorzok Сняли корпус трансмиссии и здесь отчетливо видны три ее вала. Напомним, что вот здесь находится вспомогательное сцепление для первой передачи, которое удерживает машину в драйве при полной остановке. Вот это промежуточная шестерня задней передачи. Здесь фишка в том, что задняя передача включается вилкой. Валы окружает вот такая сложная конструкция. Это гидроблок. По вот этим трубочкам к фрикционам подается масло. Сняли валы и на них оставшиеся передачи переднего хода 4-я, 2-я и на промежуточном вале 3-я. Принцип работы такой же, как и на механике. Только вместо синхронизаторов здесь смыкаются пакеты сцеплений. Вот это фрикционы второй и четвертой передачи. Они абсолютно одинаковые. По состоянию все прекрасно, что неудивительно. При больших пробегах примерно полмиллиона километров возникает выработка на вот этой алюминиевой части. Тогда возникает утечка масла, которая через вот этот вал подается к фрикционам. Тогда фрикционам начинает не хватать давления для сжатия, и они сгорают. А вот здесь находится уникальная деталь – механический центробежный регулятор главного давления. Он регулирует линейное давление. Редактор субтитров А.Семкин Конструкция гидроблока четырехступенчатого автомата от Honda мало чем отличается от конструкции гидроблока четырехступенчатых гидромеханических трансмиссий. Здесь множество золотниковых клапанов стержней, а при капитальном ремонте стоит обратить внимание на состояние поршней гидроаккумуляторов. При выработке на них их стоит заменить. Хотелось бы отметить, что в этой трансмиссии минимум электроники. Вы уже видели центробежный регулятор линейного давления. Также здесь механический регулятор давления масла. Как вы уже заметили, гидроблок состоит из четырех этажей. А вот эти шестеренки – это маслонасос. Состояние просто идеальное. Напомним, что машина 1999 года выпуска. Ну что, разборка надежнейшей трансмиссии с минимум электроники закончена. Серега, резюмируй. Данные трансмиссии ко мне на ремонт не попадали, видимо, не ломаются. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно всё. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».